Приветствую, мы в районе Хамовники. Здесь от улицы Усачёва до Комсомольского проспекта. Пересекая улицу Доватора и Ефремова, проходит Кооперативная улица. Но фактически номерация домов придётся до улицы Ефремова. А участок от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта, по нему, хотя улица проходит, но все дома и офисы, которые на ней находятся, все здания, они числятся по соседним улицам, по Комсомольскому проспекту или по улице Ефремова. Недалеко от этой улицы находятся станции метро Спортивная, красные ветки метро. И, кстати, если мы выйдем в северную вестибюль Станцию Спортивную на улице Десятилетия Октября, то сразу за станцией метро, то есть мы выходим сразу на улицу Десятилетия Октября, а за метро, вот там, если по другую сторону, то как раз проходит вот эта Кооперативная улица, прям параллельно улице Десятилетия Октября. Улица с двухсторонним движением табильного транспорта, по одной полосе в каждом направлении, и длина улицы составляет около 600 метров, ну, чуть более полкилометра. Названа была улица в 1928 году по застройке этого района Кооперативными домами. Ну, не только этой улицы, а на ней тоже много таких вот бывших, ну, не бывших, а, очевидно, и ныне тоже Кооперативных домов. Ну, и, в общем, в окрестностях тоже Кооперативных домов довольно много. Здесь как раз вот в конце 20-х, начале 30-х годов строили довольно много таких вот Кооперативных целых ансамблей, то есть, состоящих из нескольких или даже множества домов. Ну, например, такие ансамбли, как Усачевка, находящаяся между улицей Усачева, улицей Пестилетия Октября, здесь тоже есть ансамбль из таких Кооперативных домов, тоже, вот, между улицей Епремова, Кооперативные улицы, улица Даватра, вот, ну, также неподалеку, ну, немножко подальше отсюда, ну, тоже там Кооперативный поселок Погодинский, там, за Погодинской улицей, ну, это немножко подальше, ну, тоже в районе Хамовниковых. Вот, так что тут довольно много таких вот Кооперативных домов, ну, очевидно, естественно, они строились на деньги как раз тех жильцов, которые... в общем-то, в них и вселялись, вот, то есть они платили деньги, и за эти деньги строили квартиру, то есть они в основном не на средства государству, да, там, выделяли, вот, а именно на деньги уже за них людей. Ну, это как бы были прообразы современных ЖСК, Кооперативных Кооперативных. Вот, и на этой улице сильно много жилых домов, и, кстати, все, кстати, их строили в селе конструктивизма, все дома строили в основном селе конструктивизма, и они все были в основном пяти-шестиэтажными. И вот на этой улице таких домов очень много вот этих Кооперативных, ну, очевидно, они часто остаются Кооперативными, и они все пяти-шестиэтажные, построены в 320-х годах, или вешей, уже около улицы Приму, но в конце улицы, под номером 16, находится двухсемиэтажный жилой дом, построенный совсем не там в 2015 году, на территории бывшего хлебзавода номер 6. Это четыре корпуса этих домов, то есть они идут от переменных этажей, от двух до семи этажей, ну, и там своя инфраструктура, детский сад, магазины, там службы сервиса и так далее. Там, кстати, спортивные площадки всякие, детские площадки, ну, такой как бы город в городе, такой как мини-город со своей инфраструктурой, как сейчас это вообще-то принято строить, особенно, что касается ритмных комплексов. Ну, и это вот единственная атака, остановились все дома, все эти активизмы, как раз, как оперативные на этой улице. Ну, и единственный нежилой объект на этой улице, это малая сцена драматического театра под руководством Армена Джагарханяна, это дом номер 4, корпус 15, и, кстати, совсем недавно эта малая сцена тут работает, с 2015 года. Тоже, потому что, когда был построен как раз вот жилой комплекс, о котором я рассказывал, что на месте бывшего хлебозавода. Вот. Ну, правда, он немножко находится чуть-чуть поближе к началу улицы, этот драматический театр, там за домами чуть-чуть. Не прямо на улицу он не выходит, а немножко там за домами нам зайти и возьмем. Ну, в общем, вот эти дома, кстати, являются такой, в принципе, достопримечательностью, эти реперативные дома, потому что им уже около 100 лет, вот, и, конечно, они доставляют, несомненно, интерес для любителей старины, для любителей Москвы, в целом, вот, ну, и для любителей архитектуры, конечно, в особенности. Вот. Так что, на эту улицу, вот именно из-за этого реалитика, мы будем посетить. Вообще, здесь довольно интересная улица, и довольно красивая еще, сохранившаяся старой застройкой. Так что, приезжайте, смотрите. Площадь всего, дает метро спортивное, и пойти дальше пешком, через улицу 10-летия октября, и дальше, либо через улицу Доматора, либо через улицу Усачева. То есть, это безразильно. То есть, может туда и в одну сторону пойти, от метро спортивного, и направо, и налево. Если, соответственно, пойдем направо, то тогда через улицу Усачева. Если налево, то через улицу Доматора. Тогда прервнуть налево, и дальше вынимает китротину. Вообще, страстов по ней не проезжает, но я думаю, что это, в принципе, нет. Приятных прокулок, и до новых встреч на улицу.